Всем доброе утро! Ну что, вас там не затопило? Нас сегодня утром хотели затопить. Два таких крепких дождя прошли, что ого-го прям. Нас чуть тут, да, чуть не смыло. Вот, а сейчас хотим... Лёд! По-моему, лёд. Сейчас я, конечно, попробую. Просто у меня Машка хочет искупаться. На улице 21, но ей же это не объяснишь. Сейчас я посмотрю, какая вода. Вода 24. Да. Нет, это, конечно, маловато. Хотя бы 25. Это очень холодно. Вот. А вообще мы сегодня хотели съездить кое-куда. А вот и я. Опять. Итак, мы сегодня едем в Чехов. Вот. Мы сегодня хотим поехать в Чехов. Мы хотим поехать по длинной дороге. Не по большой бетонке, а так, у нас тут есть такая проселочная по полям, по лесам. Короче, красивая дорожка. Вот. По дороге хотим заехать там во всевозможные места, которые мы увидим. Там церковь. Красивая есть Велиминово. Вот. Ну и, в принципе, в общем, хотим погулять, потому что погодка так себе. Ну как, она хорошая, но 20... сколько? 23 градуса на улице, бассейн 24. И явно он за сегодня не нагреется, а при 24 это купаться холодно. Вот. Так что мы решили не травить ребенку душу и лучше выехать отсюда и погулять. Приехали в поселок Велиминово. И здесь у них своя церковь есть, храм, довольно большой, кстати говоря. Вот. И здесь в свое время мироточила икона. Такой большой храм Велиминовский. Поселок не очень большой, но у них есть почта своя, так что здесь прям можно... Ну, я так понимаю, что здесь прописываются, видимо. Вот. Раз почта письма доставляет в дома. Вот. Интересно. Посмотреть. Машину оставили вот. Возле дороги здесь небольшая парковочка импровизированная есть. Пойдем посмотрим, что тут есть. Хочется обойти ее со стороны, посмотреть. Мы, правда, не взяли с собой платочки, поэтому... Вот. Вот тут видно немножко тоже. Мы, правда, не взяли с собой платочки, так что внутрь мы не попадаем. Вот так. А вот и калиточка. Вход в церковь. Красиво все такое зеленое. Где наш штук? Вон какая колокольня высокая. Красиво. Пойдем, обойдем. Все в цветах, все в цветах. Колодец на территории. Очень красиво. Молодцы. Все благородно. Ай, сколько стройматериала. Видимо, что-то чинить будут. Цветы упали, да? Ай, ее ремонтируют. Колокольня храма преображения Господня, построена в 2003 году. По печеньям... По печеньям... Ай, плохо видно. По печеньям... Крамаренко, Вячеслава, Станислава Ивановича и настоятеля, протеерея Леониде. По печеньям... Чья-то машинка стоит. Окна такие большие, старые-старые. Деревянные еще. Сейчас везде стеклопакет ставят уже. Домик такой. Живот, наверное, здесь. Ну вот. И вон иконы тоже. В свое время даже в новостях говорили, что здесь замиротачила икона села Велиминово. Вот это здесь и было. Звучка, вот теперь икона. ну вот и все внутрь мы, к сожалению, не попадаем я уже говорила, что мы забыли платочки ну и плюс там ремонт так что обошли вокруг, посмотрели и теперь поедем дальше сейчас будут такие красивые места по дороге, сейчас будет совхоз Павадинский, огромный совхоз, и поля, и животные кого у них там только нету все это сохранилось очень красиво, сейчас будет дорожка вся поля, поля, леса очень, очень красиво так что все, едем дальше а за этим запором здоровенным находится знаменитая психическая больница психиатрическая больница номер пять так называемая столбовая вон сколько машин это видимо посещающие своих родственников корпуса стоят, тут колючая проволока троицкая церковь ее реставрировали теперь она такая беленькая вся красивая 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 там какой-то трамплин может там тренируется кто-то интересная интересная мелькнула выискали а вот данан вся кисломолочка отсюда идет просто квашина какие еще бренды данана я не знаю а вот и чехов кто бы знал что здесь уже тоже стоят новостройки высотки мы-то сюда ехали думали тут будет пятиэтажечки какие-нибудь а тут вон город полноценный уже центр витис летнебулый хоккейный центр витис ничего себе осень перед ним такая классная Огромный торговый центр «Карнавал». Парковки нет. Все машины переставили. Ну, хоть и мой машинке второй. Можно где-то припарковаться? Они заняли место. А вот и торговый центр «Карнавал». Ищем парковку с другой стороны здания. На улице мы не нашли парковочных мест. Пришлось нам заехать в подземную парковку. Стоимость подземной парковки 50 рублей час. Сколько нагуляем, столько и заплатим. Зато машина в теньке. Понятно, что денег жалко, но за удовольствие надо платить. Поехали в торговый центр. Сейчас разбираться будем, где что. Пока не очень понятно. Пошли. Глядите, как в теории Большого Взрыва, когда он складывал свои футболки. Специальная штучка, чтобы футболки складывать. Давай еще раз. Птица, колеца и пунца. Вот красивые вещички, вроде бы, да? Но я не люблю полиэстер. А это у нас стопроцентный полиэстер. Смотрите. Ой, господи. Стопроцентный полиэстер. Ой, гляньте, прям из неопрена. Как вот это вот носить, интересно. И швы прям так. Обрезаны. И пошел. Футболка. Сегодня мы мы только надеваем нашу осенью. Там подбирает футболки. Жарко. Да, в ней комфортно. Она как-то кайфушка, да? Ну, совершенно. Абсолютно. Во мне, скажем, хорошо. Это прямо, скажем, по жизнерадости. Ну, мамулька купила футболку себе. Каким штанам вообще трогну, что ли, его сюда брать? Именно выткать. Ну, да. Теперь я куда и делаю, мамулька. У нас какая-нибудь, наверное, майка без рукава. Да. Хорошо. Да. Что-то это, видимо, не мое. Даже если вот так сделать. Как их там носить. Я из-за валана какая-то слишком большая. Прям, скажем, огромная. Я не хочу в ней выходить. Мам, я не милую. Я какая-то в ней большая из-за этого валана. Ну, да. Вот я его даже если вверх поднять. Смотри, какой огромный. Да он в огромный, сам в себе валан огромный. И я из-за него огромная. Да. Чтобы он был не огромный, надо сделать вот так. А так он уже и брать не будет тогда. Ой, и так... Да, и так неудобно. Ну, так неудобно, конечно. Это у нас вроде, конечно. Нет, это очень большое. Или надо не из такой ткани его делать. Чтобы он так не торчал во все стороны. Нет. Платье розовое я даже мерить не стала. Потому что оно... Если так кофта выглядит, то платье в любом случае будет так выглядеть. Машка, покажи. Беременная Барби. Даже достается малыш из живота, да? Да. Целая семья. Пойдем. Такие прикольные наушники. Вкладыши. Ой, мамулька взяла миксер. Да, будем делать мороженое. Класс. В Эльдораде, конечно, культура общения нас сейчас удивила. Спросили у девушки, где коробку достать. Ну, миксер, чтобы взять. Не светлее, но же брать не было. Девушек, конечно, знали. Ждите. Все. В итоге подошла зам директора. И все достала. Зашли в магазинчик. Называется Уютера. Все для уюта в доме. И красоты. Такой симпатичный магазин. Классный. Бассейный, мам. Столько всяких всячинок интересных. Как и пили. Да, и пахнет вкусно. Здесь, видимо, какие-то эти, герборей, что ли. А, вот, мешочки пахнущие. Да, и кактусы искусственные. Да, и кактусы искусственные. А это, между прочим. Разные. Да? Да. И потом на крахмалиные? Клево. Да ладно. Да, мои квадратные белые тарелки. Но они... А, нет, они без этого, без донышка. Не видно вкусно из-за наклейки. Не, нет, я же чувствую, нету. Вон донышко имеется. А это 431 тарелка, да? Нет. Видимо, да. Да, вот эти вот мне нравятся. Luminar. Классные. Пошли дальше. Сейчас мы точно не будем тарелки брать. О, классный декор такой. Магазин как музей. Здесь дальше садовые всякие принадлежности стоят. Тенты. Букеты. Мне оно не нравится. Такой гамак. Класс. 30 тысяч шезлонг. Классный, конечно, но дорогущий. Все дорогущие. Смотри. Подставки под цветы. Велосипед классный. Подставка под цветы. Класс. Очень красиво. Камин горит. Как еще можно держать ребенка на эскалаторе? Маш, все хорошо, Маш? Да. Стоишь? У нее просто рук нету, она коробку несет. Мы сели покушать. Мы проголодались и решили из всего... Перекусить? Да, перекусить. Решили из всего ресторанного дворика выбрать шоколадницу. Решили всех перекусать, да? Выбрали шоколадницу. У них тут есть вознос-ланчик. Уже все заказали. Ждем, пока принято. А мы не знаем, только два отряда. Только два. Машуля. А мы. Да, я встарался. Машуля. Читая. Машуля. 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 Принесли мне томатный супчик с гренками, а у мамы? А у мамы борщ. Ты хочешь маленький томатный? Сейчас я тебе дам свой томатный попробовать. У Машки просто второе, ей только принесут сосиски с картошкой. Вот и Машке принесли. Картошка с сосисками. И с помидорчиком, да, и с зеленью. Вкусно, да? Пока мы тут игрались, нам уже принесли макароны. Паста карбонара. И у мамы тоже самое. Ням-ням-ням-ням. Так, надо попробовать пасту. Это мое самое любимое блюдо. Я ее даже сама делаю. Так, вилки. А, вилки нам принесли. Вилки нам принесли. И, да, на меня почему-то вилку не рассчитали. Вот так, шоколадница. Трое человек, а вилок две. Сплошные ножи остались. Должен быть есть руками. Видимо, да. Видимо, двое берут бизнес-ланч, а ребенок, видимо, должен руками кушать. Интересно. Это, конечно, не карбонара. Это просто макароны с беконом. И все. Здесь нет яиц явно. И поэтому соус получается не густой. И он получается не такой ароматный, как должен. Вот. И здесь, видите, прям молоко. Этого быть не должно. Соус должен быть гуще. Здесь молоко и, по-моему, масло, мне кажется. Я карбонару делаю лучше. Навеянные неудачной карбонарой в шоколаднице решили сейчас зайти в Перекресток, купить все ингредиенты для карбонары и сделать ее самим так, как надо. Купим сейчас бекон, сливки. Что нам еще надо? Сыр. А все остальное у нас есть дома. Торговый центр, где мы были, решили прокатиться по Чехову, посмотреть, как он изменился за столько лет. Ну, какие высотки появились. Так, поехали вперед. Поехали вперед. А вот и старенькие дома. Да, старенькие дома. Оставшиеся от древнего города Чехова. Вознесущие магазины Пятерочка. Ау, Фикс Прайвис. Опять? Нам везет на Фикс Прайвис. Что, заходите? Нет. Ну что, мы уже дома. Мы только что доехали и уже открываем Машкину игрушку. С беременной куклой, с папой там, с младшей девочкой. Ой, старшей. За ручками не видно. Ну-ка, как живот снимается? Вот она у нас беременная. Ага. Ага. Как живот? А там у нас кто? Малыш. А там в животе у нас... Малыш. Вот, родился. Да, родился и появился. Ага, живот не спускается здесь. Маш, давай живот на место поставим. Да, давай живот на место. Хронически беременная кукла будет. Да. Остарайся только и с себя достать. Доставай папу. Папу доставай эти. Одевай кроссовки. Где второй кроссовок? Старшую сестру доставай. Кроссовки одень, да. Здесь много всего. Что могу сказать? Мне Чехов очень понравился город. Мне, на мой взгляд, очень приятный. И когда мы заехали в черту города, у меня было такое ощущение, что прям вот по душе, прям по сердцу, да. Такого ощущения, например, в Ступино у меня нет. И тем более нету в Домодедово. А Чехов прям очень понравился. Очень похож на южный городок какой-то. Теплый. И есть там и новостройки, и есть старые домишки, старые кварталы. Вот, так что интересно, да. Единственное, что не понравилось. Не понравился торговый центр, в котором мы были, это ТРЦ Карнавал. Потому что, на мой взгляд, какой-то он... Он никакой. Набор магазинов тоже никакой. Единственный магазин, который нам понравился там, это Carri for Kids. Там мы как раз встретили игрушки, которые не могли найти много раз уже. Это вот беременная кукла мы хотели ей купить, Машке. Ну и не только из-за куклы. Это магазин, в котором было много-много всего. Вот, то есть много было, много чего найти. Вот, а так в целом, ну не знаю, какой-то он не очень удобный. То есть вот торговый центр... Торговый центр не имеет площадки, парковки сверху. То есть наземной. Она вся была забита. Вот, там негде было встать. И она была маленькой. И у него имелась только подземная парковка. И она только платная. И больше никак. То есть мы встали на платную просто потому, что негде было встать. Вот. Вот. Но мы, подъезжая к Чехову по дороге, видели еще один торговый центр. Так что мы решили, что в следующий раз, когда поедем в Чехов опять, мы обязательно заедем туда. Вот. Он действительно большой. Он чем-то напоминает золотой Вавилон в Москве. Вот. И вроде бы так вот по тем рекламкам, которые висят, там вроде бы более разумный набор магазинов. Ну, не знаю. Это прям при въезде по Сифернопольскому шоссе. Он такой там длинный-длинный. Вот. Так что в следующий раз, возможно, мы съездим именно туда. Фу. А сейчас приехали. Сейчас будем отдыхать. На улице 27. На улице достаточно жарко и влажно. И похоже, пока мы были в Чехове, здесь... В Чехове здесь дождь в параллел. Вот. Мы опять под дождь не попали. Нам везет. Вот. Ну вот. В общем, все. Мы дома. Мы опять на после... Послеобеденный променад, хотел сказать. Мы опять на ежевечерний променад. У нас кончились семечки. А без семечек вечером никак. Вот. Так что сейчас пойдем, купим семечки. Ну и так прогуляемся заодно. А то 7 часов. Скоро стемнеет. И уже точно не прогуляешься. У нас такая гроза идет. Променад не удался. Мы думали, куда пойти. То ли в наш магазин, то ли в тот дальний. Погулять. Посмотреть. И как громыхнуло. В общем, теперь мы идем в наш магазин и все. А потом домой. Даже мы с собой Женьку взяли. А то она сегодня бедная. Целый день одна дома сидела. Мы же в Чехов ездили. Как мы ее там с собой возьмем? Никак. Поэтому она у нас... Нельзя. Куда ты полезла, любопытная? Любопытная собака. Любопытные Варваре на базаре нос оторвали, Жень. Мы... Мы даже до своего магазина добежать не успели. Я вся мокрая. Ах, все. Попали. Прибежали домой. Как громыхнуло. Обалдеть. Я думала, у нас сейчас стекла повываливаются из дома. Все, мы дома. Попали.